Но у каждого человека в этом мире есть желание счастья, которое является причиной его страданий. Каждый человек, который не может победить в себе желание счастья, начать думать о том, как дарит счастье другому человеку, несомненно, напрягает вокруг себя народ. Несомненно. Женщина по-женски хочет счастья. Она хочет ласки, нежности, заботы и так далее. Есть два вида счастья, которые хочет женщина. Желать счастья, любое желание счастья, это эгоизм. И это всегда разрушает жизнь. Это всегда приводит к напрягу мужика. Всегда. Но есть то желание счастья, которое женщина имеет право желать, а есть то, которое лучше бы ей не желать. И сейчас мы с вами послушаем о том. Сейчас женщина будет желать то, что она сама должна в жизни делать, потому что это женская природа это делает, а не мужская. «Будь со мною ласковый, будь со мною нежный, будь со мною бережный, будь со мною прежний. Будь со мною ласковым, будь со мною ласковым, чтобы как усели лощадь им голова». Это где вы видели, чтобы у мужчины была нежность. Мужик к мужчине подходит и говорит, «Привет, здорово, раз, попричу, раз, ну что, нормально, нормально, ну все, да». Это они искусственно друг с другом себя ведут или естественно, мужчины? Искусственно? Женщине, поднимите руку, кто считает искусственным? Кто считает естественно? Они вот такие мужчины, понимаете? Ну все, ну да, ну да. А это значит непорядочные они, да? Ну хорошо, не дураки. Здорово, ну здорово, привет. Как дела, нормально, нормально. Ну не дураки. Ну все равно не женщины, понимаете? Естественно, неестественно. Будь со мною ласковым, будь со мною нежным, будь со мной бережным, будь со мной прежним. Говори счастливые, глупые слова, чтобы каруселила счастьем голова. Так вот, знаете, женщины, это ваша работа. Нет, нет, не воспитывайте. Надо это делать. Так быть ласковой, быть нежной, быть бережной, быть прежней, то есть верной. Говорить счастливые слова мужу и глупые тоже, чтобы у него каруселила счастьем голова. И тогда он будет делать то же самое с тобой. Потому что все эти качества у мужчины тоже есть, как вы правильно сказали. Это у мужчины есть, но это у него отраженные качества. Допустим, как душа и солнце. Вот взять, допустим, Бог как солнце, а душа как искорка. Счастье это энергия Бога. Как у солнца есть бесконечное количество счастья. А у нас тоже есть. Но если мы думаем о Боге, мы тогда наполняемся счастьем. Думаем о природе, получаем счастье от природы, получаем здоровье. С любовью думаем о людях, получаем от людей счастье. Наполняемся счастьем с любовью, думаем о Боге. Наполняемся божественной силой победы над судьбой. Но если мы не думаем о Боге, счастья не будет. Потому что мы зависимы в этом. Мы можем быть счастливыми, наполненными, но нам надо это делать. Точно так же мужчина. Он может быть нежным, ласковым, добрым, но это отраженная энергия у него. То есть это факт, что мужчина должен сам стараться это делать. Это обязанность мужчины. Я буду об этом говорить еще. Но это обязанность отраженная. Мужчина слаб в этом. Если женщина сама не нежная, не ласковая, не добрая, то мужчина не может как бы это делать, потому что у него мало сил на это. У женщины больше на это сил. Она должна в первую очередь это делать, и тогда он тоже сможет это делать. Если она это не делает, то он не сможет. Теперь смотрите, мужчины, вы говорите, слушайся. Это где вы видели послушных женщин? Мужчина, допустим, равняйся, смирно, вольно, разойдись, женщина. Равняйся. Смирно. Вольно. Это где вы видели послушных женщин? Сорок мужиков в одной казарме, ни в одном глазу живут. Две женщины в одной квартире не могут ужиться. Две. Даже в многокомнатной. Даже родственники. Даже мама с дочкой. Женщина, когда чувствует любовь, она сразу становится послушной. Потому что любовь для нее означает как раз принятие женской природы. Вот когда мужчина начинает себя вести аккуратно, женщины. Мягко, ласково, нежно, моя хорошая, что ты хочешь, как дела? Там и так далее. Когда он вот так начинает себя вести, женщина сразу раз и стала послушной. Не то, что она как бы совсем согласна. Просто она чувствует так комфортнее. Он так, допустим, говорит, ты рада, что я летчик? А она говорит, да. Она, правда, об этом никогда не думала. Но она рада. Главное, что нежно себя вела там летчик или космонавт какая-то. Ну и она потом говорит, я реально рада, что он летчик. Вот рада, ей нравится, что он летчик. Но если он ведет себя нежно, ей вообще не нравится, что он летчик. Вообще не нравится. Понимаете, то есть женщина становится послушной, потому что ее ценят как женщину. Это и есть послушание. То есть мужчина должен сначала послушаться вот эту женскую природу. Он сначала должен ее принять. Он должен послушать ее. То есть сказать, да, я слышу, это женская, это не мужская природа. И с ней надо вести себя не так, как со мной. Может быть она не такая чуткая и заботливая по отношению ко мне, а я должен по отношению к ней быть такой. И тогда она становится послушной. Просто она не может по-другому. У нее нет выхода, потому что она становится послушной от любви. Женщина становится всегда послушной от любви. Она замирает от любви. Она перестает сопротивляться. Потому что ей нужна любовь. Больше всего в жизни. Вот теперь обязанности женские уже. Которые... А, мужские, то есть. Которые... Она правильно поет. То есть это мужчина должен об этом думать уже. Появляясь звезды и мечта. Будь моим защитником, будь моей опорой. Будь моим сторонником в самом крутом споре. Будь моим советчиком всюду и везде. Будь моим союзником в радости и везде. Это мужское. То, что мужчина должен делать. Видите, оказывается, обязанности разные. И то, и другое дело должен делать мужчина. Но есть источник. Вот, допустим, мужчина чем должен заниматься? У него есть тоже свои обязанности. То же самое. То есть нежность, ласковость, заботливость. Но прежде всего мужчина должен понять такую вещь. Что он должен стать елочкой. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная. Веселая была. Теперь она нарядная. На праздник нам пришла. И мы на нее повесили и тещу, и детей. И игрушечек в рамках много. И много-много разных игрушечек повесили на нее. Все? Плакать? Не надо плакать. Все нормально? Ну, должен правильно. Вот женщина говорит, а кто он должен выдержать? Ну, я согласен. Но когда женщины так говорят, мужчина не вдохновляется обычно. Не сильно вдохновляется. Должен выдержать. Отлично. Вот штангист стоит, штанг его трясет. Он к нему подходит. Ну, что, трясешься? Должен выдержать. Или мне тяжело рожать. Должна рожать. Я ночами не сплю с ребенком. Тяжело, очень маленький ребенок. Ничего страшного. Гуманисты! Двигаемся дальше. Мои хорошие, поймите, что мужчина это тот, кто несет на себе тяжесть семейной жизни. И кто это прежде всего должен понять? Вот женщина это очень хорошо понимает. Кто это должен понять? Сам мужчина. Вот это ему очень трудно понять. Он никак не может понять. За что? За что? Это мужики никак не хотят расписываться. Только гражданский брак. Там еще какой-то брак. Но только не роспись. Почему? Потому что никак они не хотят принимать свою ношу. И тогда никогда женщина не будет тебя уважать. Никогда. Потому что только тот мужчина, который принимает свою ношу. Он терпит детей, терпит жену. Тогда в этом случае его начинают уважать. Мужчина должен сначала принять свою ношу, должен принять свой груз судьбы. Да ему придется больше работать, больше напрягаться. Он будет крайним всегда в жизни. Тайна жизни заключается в том, что когда идет спор, дети занимают сторону жены. Если она правильно себя ведет в жизни, значит, родители и той, и другой стороны занимают сторону жены. Собака занимает сторону жены. И даже тараканы. Он остался один. Никто его не любит. Поэтому женой ругаться запасно. Так мужчина должен понять, что он рожден для победы над судьбой. Поэтому он терпит. На него вешают детей, тещу, жену, собачку. Несколько собачек иногда. Вот. И он должен это все терпеть. Это его ноша такая, мужчина. Все смогу я, клятву, не помышу. Своим дыханием землю обогрею. Таких мужчин любят. Вот когда он таким становится, женщина не может его бросить. Очень большие ценности становятся у человека. Но если он виляет, он не хочет, как бы, выполнять свой долг мужской, то она не может вдохновиться. Ну, она, вернее, она, конечно, женщина должна вдохновиться. Она должна стараться его любить, заботиться, терпеть. Но это для нее жуткая скеза. Точно так же, как мужчина должен принять судьбу, вот, принять свою семью, терпеть характер жены, ее эмоции, там, и все прочее. Несправедливость по отношению к себе. Потому что кто счастье в семье испытывает? Мужчина, кто счастье в семье испытывает? Оба. Оба счастье испытывают в семье. Да? Я на вас посмотрю, ничего, нормально. Все нормально. Я просто, это лекция, я так, не то, что я против вас. Я просто, это лекция, поэтому так это. Нормально, нормально, хорошо. Конечно, оба счастье испытывают. Но есть первый, есть второй. Давайте разберемся в этой теме. Веды говорят, что, конечно, оба, но есть первый, есть второй. Смотрите, женщина как река жизни, а мужчина как берега. То есть, что значит река жизни? Если у женщины хорошее настроение, у всех в доме хорошее настроение. Женщина создает настроение, не мужчина. Это поэтому, когда у мужчины плохое настроение, женщина просто уходит, и все, она ей не надо. Но когда у женщины плохое настроение, мужчина вокруг нее уходит кругами. Что такое? На чем дело? Вот, почему? Потому что женщина создает настроение. Смотрите, в доме все имеет женскую природу. Шторки флажками или кружевами? Кружевами. Паркетик красивый или строгий? Красивый. Кроватка ля-ля-ля-ля-ля? Или такая? Знаете, все имеет женскую энергию в квартире. Все женскую энергию. И откуда эта женская энергия берется? Вот, допустим, есть мужчины здесь, наверное, которые в подарок жене купили какую-то мебель, допустим, в квартиру. Или еще что-то по своему усмотрению. Женщина угорает. Или в подарок жене сделали, как они считают, правильную перестановку в квартире. Проходит какое-то время, и все встает, как было. Почему? Потому что женщина контролирует энергию счастья в квартире. Это значит, что она будет ставить все, как она хочет. И если другая женщина будет ставить, как она хочет, тогда начнется война. И только их разделение территории решит вопрос. Больше никак невозможно решить. Итак, женщина создает атмосферу. Она река жизни. То есть она испытывает счастье и не испытывает. То есть она, вокруг нее все происходит. Она источник любви. Она источник детей. То есть она, как вокруг нее крутится жизнь. Все как бы любят ее, женщину. А мужчина берега. То есть он охраняет ее. То есть он создает, мужчина создает в семье правила. То есть он говорит, так, туда нельзя, это не так, здесь нельзя. Женщина, она как бы, она живет по правилам. Вот у женщины, как психика устроена, она очень сильно и хорошо ориентируется в том, что понятно, прописано и известно. Поэтому в первых классах девочки очень хорошо учатся. Домашние задания объяснили. Они все раз сделали, как учитель сказал. Потому что женская психика очень хорошо ориентируется в том, что понятно, известно и прописано. А мужская психика в этом тоже ориентируется. Но ей это не надо. Она стремится к неизвестному. Она стремится к непонятному. И всегда идет, выходит за рамки. Ей нужно что-то новое. Вот, допустим, девочки говорят, вентилятор, пальчик не суй, будет больно. Девочка, ок. Все, она поняла. Мальчик ничего не понял. Потому что ему нужен опыт. Понимаете, он должен обязательно засунуть пальчик в вентилятор. И почувствовать, что больно. Мужская психика так работает. Поэтому мужчина, он создает правила жизни. Но если он создает правила жизни, которые перекрывают движение реки, тогда у нее есть несколько вариантов. Первый вариант терпеть и наполняться. Женщина никогда не отказывается от твоих желаний. Она никогда не может забыть свои желания. Мужчина легко забывает свои желания. У него тоже есть желания, но он их забывает. А женщина никогда не может забыть свои желания. Если она чего-то хочет, она будет это хотеть и хотеть, хотеть и хотеть. И это копится. Плотина, да, стоит. Потом дальше что происходит? Или она прорывает плотину, или она уходит в другое русло. Это в лучшем случае. А иногда просто по полю растекается и теряет себя. Поэтому мужчина должен понять, где... Основная обязанность мужчины это разобраться в отношении с женой. Где правило, а где исключение. То есть правило это берега, а исключение это ее жизнь. А все, что связано с ее жизнью, он должен ей позволить. Но есть вещи, которые нельзя позволять. Допустим, завела себе друга. Я с ним просто дружу. Строгий берег должен быть. Нельзя, она наваливаться будет все равно. Пытаться размыть берег. Женщина разобывает. Она пытается испытывать психику мужчины постоянно. Делать его крепче. Это тоже надо знать. Жена всегда будет тебя крепче делать. Она всегда испытывает психику. Но нельзя давать возможность женщине перетекать. Иначе она теряет себя. Ну то есть мужчина создает русло. И оно должно быть достаточно широким. Река должна течь просторно. И берега должны быть высокими. Это значит, что мужчина должен быть очень терпеливым. Потому что энергия любви, она должна... Она имеет естественную чувствительность, естественную эмоциональность, естественную ранимость. Чтобы любовь была, человек должен быть ранимым, эмоциональным и чувствительным. Иначе любви не будет. Вот энергия любви требует этих качеств. Поэтому женщина эмоциональная, чувствительная, ранимая. И нет смысла ее в этом обвинять. Женщина является основой и источником счастья. Источником любви в семье. В семье именно. Потому что у мужчины счастье, его победе над судьбой. Мужчина является источником счастья тоже, но только в деятельности своей, в самосовершенствовании, в развитии. Для мужчины деятельность — это жизнь, а семья — это отдых. А для женщины семья — это жизнь, а деятельность — это отдых. Женщина отдыхает на работе, работает дома. Мужчина отдыхает дома, работает на работе. Там мы и хорошие. Женщина, вы скажете, тоже на работе работают. Но это ее выбор. Вернее, ее неразвитость. Потому что женщина на работе должна просто отдыхать. У нее не требуется деньги зарабатывать. А если требуется, значит, вы неразвитые. Ваша семья неразвитая. Потому что развитая женщина просто счастлива, испытывает счастье на работе, отдыхает. А дома она вкладывается. То есть там ее сила, ее вложение в семью. У женщины, естественно, в сердце живет верность. Естественно, ощущение греха в личной жизни у женщины, естественно, существует в сердце. У мужчины нет. Мужчина еще, естественно, чувствует свою неразвитность на работе. Он чувствует, как правильно, как неправильно трудиться. Женщина, естественно, чувствует, что надо сохранить семью, что надо жить правильно, что надо расписываться, что надо воспитывать детей, думать о них, вкладывать в них и так далее. Женщина говорит о чистоте в доме, она говорит о правильных чистых отношениях, она говорит, это нельзя говорить, это можно говорить, это женская природа. Она контролирует энергию любви внутри отношений, внутри семьи. Мужчина должен дать ей жить возможности, но при этом следить, не давать возможности утекать. Женщина увлекающее существо, она может увлечься, забыть себя в этом увлечении, нужно следить за ней в этом плане. Если она теряет себя, надо ее останавливать. Она в этот момент остановится, то есть она... У женщины совесть очень близко находится в сердце. Вы устали от меня, да? У женщины совесть очень близко в сердце, к сердцу у нас, потому что в этом женщине, если говоришь, по-доброму. Вот смотрите, мужчины, вот вы говорите, я не могу своей жене ничего сказать. Женщине надо, говорю, ненавязчиво, ласково, иносказательно, по-доброму о ней. Ну, допустим, как я своей жене могу сказать, что кухня грязная, на кухне грязная, как я могу сказать? Я прихожу домой, говорю, слушай, у меня друг просил меня, как объяснить жене, что надо мыть на кухне. Я говорю, я не знаю, как бы, я же не женщина, и я спрошу свою жену. Я прихожу к ней, говорю, вот как объяснить? Она объясняет мне, и я передаю другу. На следующий день кухня чистая. У меня. Почему? Потому что женщина очень совестливая. Она почувствовала, что это ее тоже касается, если на нее не нажимать. Но если на нее давить, она ничего не чувствует. У нее теряется возможность чувствовать. Поэтому женщине нужно очень мягко ее воспитывать, очень аккуратно. Вот, допустим, если я прихожу, говорю, давай вставай, уже пора вставать. Она переворачивается на другой бок и спи дальше. Почему? Потому что недостаточно мягко. Если я сажусь, говорю, солнце восходит, птички поют. Я пошел на зарядку, она... Я тоже. Чувствуете? Разницу чувствуете? Мужчине, допустим, сесть на кровать, солнце восходит, птички поют. А? Даже мужчине, давай вставай, уже солнце восходит, тоже не подойдет. Женщины вдохновляют друг друга любовью. У женщины коллективный разум. Они могут побеждать судьбу совместно. Женщины некоторые спрашивают, я не могу сама, вот вы уезжаете, лекции не читаете, у меня не хватает сил. Зарядку делать там, рано вставать, молиться не хватает сил. Я говорю, потому что вы неправильно живете. Вам нужно очень тесно общаться с женщинами, которые так же живут. Вы звоните друг другу, говорите, а, ну, ты встаешь завтра? Ага. И я встаю. И все, ей уже стыдно не вставать, потому что женщина. Сказала, значит, надо вставать. Теперь мужчина. Алло, ты встаешь завтра? Встаю. И я встаю. И оба не встали. Почему? Потому что это не мужской способ. Вот как мужчине надо звонить? Алло, я завтра встану с постели пораньше. А ты, наверное, не встанешь, что ли? Посмотрим. Или он скажет, ну, да, я не встану. Нормально? Ну, нормально, конечно. Ну, я встану, понял? И он... То есть мужчина, ему нужен вызов. И он побеждает судьбу сам. Ему нужен взрыв в сердце. То есть он сам себя заставляет, и тогда он уже дальше поехал. Его ничего не остановит. Женщина не может так поехать. Потому что разум есть женский, есть мужской. Женский разум соткан из чистоты. И это означает, что нужны чистые отношения. Женщина должна окружить себя чистотой. Подружками, которые так живут. И тогда она становится сильной. Она способна так жить. Мужчина, он должен окружить себя подвигом. Он должен заставлять себя. Он тоже, конечно, дружба ему нужна. Но у него индивидуальный разум. То есть он соткан из личной индивидуальной силы. Мужчина сам себя должен составить. Он сам должен западеть. Я извиняюсь, нечаянно зажал. А, да. Я извиняюсь, нечаянно. Это Бог мне подсказывал. Вот она, видите, все это пропела. Там 12 пунктов. И она говорит, что я тебе назад вот что дам. Вот за это. Интересно послушать. Будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной березным, будь со мной ближним. Говорить счастливые глупые слова, чтобы красивым счастьем голова. Будь моим защитником, будь моим опорой. Будь моим сторонником в самом крупном споре. Будь моим советником радости и беды. И тогда, любимый, ты увидишь два вещи назад. Я всегда красивый и веселый буду. Супер, да? И мужику самое главное, больше ничего не надо. Ему надо, чтобы она мозги не выносила, то есть была веселой. И всегда была красивой для него. Все. Вот ничего больше мужчине вообще, это же не... Или кому-то еще что-то надо, мужчине. Побойтесь, Бог. Если вам еще чего-то надо. И так мы абсолютно разные, вот абсолютно по-разному устроены. И самое главное для женщины и мужчины это уважение. Без уважения не будет счастья. Вы говорите, как сохранить семью? Начинайте с этого. Надо понять, что уважение к женщине означает очень нежное, ласковое поведение. Позволять ей то, что она хочет, но контролировать самым главным. То есть уважение к женщине означает понимать, что она не сможет не быть эмоциональной. Она не сможет держать постоянно настроение. Она не сможет не терять настроение. Она не сможет быть всегда хорошей рядом с тобой. Она не сможет не капризничать. Не сможет. Никакая женщина. Это невозможно. Она не сможет не глупить иногда. То есть не понимать, что от нее хотят. Не сможет. И если ты принимаешь ее как женщину, вот такой, говоришь, да, все, я со всем согласен, но я ее уважаю, я ее ценю, я ласково, нежно отношусь к ней все равно, я слушаю ее мнение. Потому что многие мужчины вообще не хотят знать мнение женщины и не дают ей течь. Потому что женщина, когда она не высказывается, значит ей не дают жить. Она должна, мужчина должен знать, чего она хочет, какое у нее мнение. Если мужчина не знает, чем живет жена, значит у нее нет жизни. Она не чувствует никакого счастья в жизни в такой семье. А мнение женщины вроде бы не ценно, как мужчине кажется. Вот смотрите, сейчас я вам объясню кое-что. Если женщина всегда имеет слово в семье и высказывает свое мнение, и мужчина очень серьезно прислушивается к нему, то он спасается от самой большой беды. Потому что жена является сердцем мужа. Женщина естественным образом предчувствует судьбу своего мужа. Представляете, так Бог сделал, что женщина знает судьбу своего мужа. Если она ему верна, вот условие, если она ему верна, то она чувствует его судьбу и всегда ему скажет то, что ему в жизни поможет. Но он всегда будет считать, что это не обязательно. Неважно.